Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты в Белоруссии о бывшей СССР? Полночь одна, 10 января 2020 года Я не пацан Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты? Акция против интеграции с Россией в Минске, 8 декабря 2019 года Фото, Сергей Гритц, AP Россия и Белоруссия так и не договорились об интеграции Сперва стороны планировали уладить все противоречия к 20-летию подписания договора о союзном государстве Потом все перенеслось на конец года, когда истекали контракты на поставки нефти и газа, но тщетно Белоруссия едва не осталась без энергоносителей, выбив лишь временный контракт, но не сдала позиции На фоне безуспешных переговоров в самой Белоруссии не утихали уличные протесты Однако недовольство белорусов адресовано вовсе не президенту Лукашенко и не его правительству, а Москве, которую обвиняют в покушении на суверенитет соседнего государства Оно и не удивительно, так как эти страхи и опасения постоянно подпитывает сам Александр Лукашенко Зачем белорусскому лидеру подогревать антироссийские настроения в собственной стране, разбиралась лента.ру Нескончаемое объединение Слушайте, вот нормальный вариант, давайте в состав Белоруссии включим Россию, заявил, смеясь, Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» По его словам, это был бы совсем простой вариант объединения двух государств Он считает, что его воспримут и в России, и в Белоруссии А что, россияне будут против? Нет, белорусы, которые так уж возмущаются, тоже, добавил политик Президенты России Белоруссии после заседания Высшего государственного совета Союзного государства, 19 июня 2018 года Фото, пресс-служба администрации президента РФ В конце 90-х еще можно было говорить о схожести политических и экономических систем двух стран, но сегодня они кардинально отличаются Вместо интеграции происходит дезинтеграция Однако главы двух государств продолжают убеждать окружающих, что, несмотря на проблемы, сближение идет Так, на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заверил, что решения о создании Союзного государства были правильными Через несколько дней сам Лукашенко подтвердил эти слова Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии Сказал он в интервью Эху Москвы Любой неравноправный союз, империя и прочее были уничтожены Они просто не существовали Мы должны попытаться слепить союзное государство так, чтобы не задеть интересы ни россиян, ни белорусов Однако такие мирные, успокоительные речи удивительным образом сочетались в одном интервью и с обвинениями в прессинге И чуть ли не с угрозами войны за суверенитет Белоруссии И в Минске, похоже, хорошо расслышали именно эти заявления Двойная игра В самой Белоруссии перспективы более тесной интеграции вызвали акции протеста Весь декабрь оппозиционеры призывали отказаться от этих планов и сохранить суверенитет страны После Нового года белорусы по доброй по советской традиции занимались более мирными делами Но переговоры о создании союзного государства так и не пришли к логическому завершению Никто не помешает им мобилизоваться, когда начнется новый раунд дипломатического процесса Впрочем, акции были довольно малочисленными В них принимали участие не больше тысяч человек К тому же проходили они в крайне тепличных условиях, а не как обычно, с арестами и задержаниями Только в декабре в Минске прошло пять таких акций протеста 7, 8, 20, 21 и 29 декабря И ни одна из них не закончилась разгонами На месте, разумеется, была милиция, но она практически не вмешивалась в происходящее Стражи порядка ограничивались просьбами не занимать проезжую часть По словам одного из очевидцев митинга 7 декабря По рации один из милиционеров получил указание максимально культурно работать Красивая протестная картинка на руку в первую очередь самому Лукашенко Поскольку дает ему козыри на переговорах с Москвой С которыми можно попытаться выторговать более выгодные условия К тому же президент может использовать эти акции накануне президентских выборов 2020 года Во всяком случае в самой Белоруссии уже ползут слухи Будто администрация президента причастна к организации этих самых демонстраций Впрочем, такими домыслами занимаются пока только авторы анонимных телеграм-каналов Лукашенко заявил еще в середине ноября о том, что он будет баллотироваться на очередной срок При этом обещал не держаться синими пальцами за президентское кресло Поскольку решать вопрос о его участии должны белорусы Чуть позже он развил эту идею Так вот, вы сами должны прийти и сказать Баллотируйся, пожалуйста Потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам Описывал ситуацию президент в своем излюбленном стиле Откровенного задушевного разговора с собственным народом Демонстранты в Минске протестуют против интеграции с Россией 21 декабря 2019 года фото Сергей Гритц, AP Во время избирательных кампаний Лукашенко успешно эксплуатирует лозунги защиты белорусского суверенитета В качестве главной угрозы ранее представали ЕС и США Но на этот раз белорусский президент выбрал на эту роль ближайшего союзника России В последнее время он не раз отмечал, что отношения с Москвой братские и дружественные Однако им присуща бешеная напряженка Говоря о дальнейшей интеграции в рамках союзного государства Он подчеркивал, что в первую очередь будет защищать национальные интересы То есть суверенитет и независимость общества Белорусский лидер любит эпатажные заявления вроде под плеткой «Мы никогда ходить не будем» или «Россия не мытьем» Такатаним хочет поглотить и разрушит нас Но за несколько дней до встречи с Владимиром Путиным накануне 20-летия Со дня подписания договора о создании союзного государства Белорусский лидер, казалось, превзошел самого себя «Я не пацан, который отработал президентом 3, 4, 5 лет» «Я не перечеркну все, что сделал вместе с народом, создав суверенное государство Чтобы его сейчас уложить в ящик с крестом наверху», заявил Лукашенко Выступая в парламенте Белоруссии Предвыборная кампания Лукашенко на этот раз строится на стремлении доказать Что он сумел переломить ситуацию в отношениях с Западом И остается безальтернативным лидером Который способен и дальше оставаться единственным гарантом сохранения белорусской государственности Если же возникнет какая-то угроза белорусскому суверенитету То, как уверяет Лукашенко, страны Североатлантического альянса не останутся в стороне Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им В этом смысле они будут в чем-то правы, заявил белорусский лидер, добавив, что России такая головная боль не нужна Угроза со стороны Москвы может возникнуть, когда в Белоруссии будет слабая экономика Пугался отечественников Лукашенко Пока я у власти, это единственная угроза, заверял президент Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре котла И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле Митинг противников интеграции во время встречи президентов России и Белоруссии 20 декабря 2019 года фото, Сергей Гриц, AP, российские эксперты, к слову, приводят совершенно другие данные Так, в конце ноября Центр пространственного анализа международных отношений МИМГИМО опубликовал результаты масштабного опроса граждан Белоруссии об их отношении к России На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии 57,6% ответили союзнические, 31,8% партнерские, 10,2% нейтральные И, наконец, 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть враждебными Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос В Институте социологии Национальной Академии Наук Белоруссии данные МГИМО назвали противозаконными и некорректными Отметив, что громкие заявления не соответствуют данным социологических служб, постоянно работающих на территории Белоруссии В Институте социологии привели результаты собственного исследования, проведенного в апреле 2019 года По его данным, 49,9% граждан страны считают, что Белоруссия должна быть независимым государством И строить отношения с Россией на основе международных договоров При этом 36,1% респондентов считают, что два государства должны взаимодействовать друг с другом По принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления Число сторонников вхождения Белоруссии в состав России составило лишь 7,7% опрошенных Помимо этого, на 14,9% за последние 16 лет выросло число белорусов, выступающих за полную независимость государства Зато на 13,3% снизилось число сторонников равноправного союза с Россией Как пояснил ленте.ру белорусский эксперт Денис Мельянцов, население страны заинтересовано в тесной экономической интеграции, торговле, культурной и гуманитарной интеграции, но не в политической Именно поэтому белорусское руководство настолько уверенно чувствует себя на переговорах, поскольку отражает мнение большинства населения С 2009 года в стране растет тренд на сохранение нейтрального статуса государства То есть люди хотят, чтобы Белоруссия придерживалась нейтралитета и не вступала ни в какие союзы ни с ЕС, ни с Россией Рассказал политолог Выступление Александра Лукашенко перед новым парламентом фото, Николай Петров, AP В ноябре 2019 года в Белоруссии прошли парламентские выборы, которые назвали репетиции президентских Парламенту отведена не самая важная роль в президентской республике К тому же в органы власти баллотировались в основном пропрезидентские самовыдвиженцы Однако к голосованию было приковано особое внимание, учитывая, что Лукашенко всерьез задумывается над тем, чтобы поменять Конституцию и поделиться с парламентом частью своих полномочий Многие эксперты посчитали это первым шагом на пути к созданию парламентско-президентской республики Так, на этот раз в парламент не попали два главных оппозиционера прошлого созыва Анна Конопатская и Елена Анисим их сняли еще на этап перегистрации Зато 80 из 110 депутатов теперь новички Похоже, Лукашенко хочет, чтобы процесс перемен в стране шел максимально управляемо По мнению белорусского политолога, руководство страны всерьез задумывается о преемственности власти Обдумывается, каким образом децентрализовать власть, чтобы у руля был не один человек, ответственный за все Уверен эксперт, возможно, большее влияние получит парламент, премьер-министр Тогда у президента будет меньше влияния Возможен казахский сценарий В обществе возникают спекуляции относительно того, что кресла могут занять старший или младший сын главы государства Это вряд ли произойдет Подобная мера не поддерживается в белорусском обществе Скорее всего, будет реформа с усилением политических партий Возможно, введение пропорциональной системы выборов Впрочем, пока резких изменений ожидать все-таки не стоит Ксения Архиправа